Да, я называю нынешние ставки по ипотеке неадекватными. Единственное, что, как я вижу, да, опять же, взгляд изнутри, следующую программу, ипотека от 8% на первый год. Вот этот маховик, собственно говоря, останавливать нельзя ни в коем случае. Вот такой вот парадокс от риэлтора вы сейчас слушаете. Вот не слушайте никого, не верите никому, по 500, по миллиону, торг. Всем привет, друзья, это снова я со своими квартирами. Ну что, прошел месяц после того, как отменили льготную ипотеку, и уже можно подвести какие-то некоторые промежуточные итоги, как, собственно говоря, отмена льготной ипотеки повлияла на ситуацию на рынке недвижимости. Что у нас сейчас происходит на вторичном рынке, на рынке новостроек. В общем, будет интересно информация из первых риэлторских уст, так сказать, да. Поэтому, кто на наш канал не подписан, обязательно подпишитесь. Здесь говорят о недвижимости. Ну что, давайте начинать. Кто смотрел мое предыдущее видео, я, собственно говоря, говорил, уж простите за тавтологию, что после отмены льготной ипотеки будет в первую очередь не сладко застройщикам. Вторичка она и так на момент отмены льготной ипотеки переживала не самые лучшие времена, потому что ставки по ипотеке уже тогда были неадекватны. Я называю, да, я называю нынешние ставки по ипотеке неадекватными, и я действительно не понимаю, кто сейчас в нынешнее время по таким ипотечным ставкам, кто не в курсе, может быть, да, сейчас ипотечная ставка за 20 переваливает, 21, 22, 23, в общем, я своей головой, своей вот этой вот риодской головой, я не понимаю, кто сейчас в данный момент времени может вообще, собственно, брать ипотеку по таким бешеным, неадекватным процентным ставкам. Единственное что, как я вижу, да, опять же, взгляд изнутри, ипотеку сейчас берут в основном люди, имеющие свой большой первоначальный взнос, то есть у них есть основная своя сумма на покупку квартиры, основная, большая часть, уж не знаю, откуда накопили, со вклада вышли, да, сейчас, слава тебе Господи, хоть ставки по вкладам довольно-таки интересные, вот человек посидел, да, денежки немножко покрутил, может быть, какую-то свою квартиру продал, удалось ему, да, в общем, есть у него большая часть своих средств, и ему нужно добрать до следующей квартиры, которую он планирует купить, там, 500-600 тысяч, вот в таком случае люди берут ипотеку, да, то есть когда какого-то хвостика, скажем так, не хватает, да, но с обычным стандартным платежом, да, то есть если у человека, там, 20-30% своих средств, а остальное все в ипотеку, я таких людей не понимаю, давайте уж так говорить, я не понимаю, кто сейчас в такое время, в таких условиях, собственно говоря, кабальных, прямо скажем, да, может брать вообще эту ипотеку. Итак, вторичка, да, повторюсь, вторичка и так уже не очень хорошо себя чувствовала, да, продавалось все самое интересное, самое недорогое, самое ликвидное, и в предыдущем видео я говорил, что после отмены льготной ипотеки не сладко будет застройщикам, да, то есть и они обязательно, обязательно что-нибудь придумают, то есть они, вторичка это вторичка, но новостройка, там абсолютно другие люди замешаны, давайте уж так говорить, да, там другие деньги, там другие интересы, в том числе и государство, поэтому уж, собственно говоря, новостройку в беде, так сказать, не оставят, и в предыдущем видео я говорил, что обязательно что-нибудь придумают, банки совместно с застройщиками, либо сами застройщики, какие-то рассрочки, что-то как-то, в общем, придумают, как им, собственно говоря, сбывать, да, не накапливая, да, свое уже построенное новое жилье. Естественно, они придумали, не прошло, собственно говоря, и года, и полгода, и месяца, месяца даже не прошло, сейчас вам зачитаю, собственно говоря, условия от одного из банков, Не буду называть, какой банк, ни к чему это зачем. Вот они что, собственно говоря, и придумали, да. И почему они начинают это придумать? Ну, во-первых, вот я сейчас пока ехал, собственно, из своей деревни до своей работы. У меня путь занимает порядка там 20 минут буквально, да, вот на машине в ближайшем пригороде Воронежа я проживаю. И вот я пока ехал сюда до работы, до храма Ксении Петербургска, где я сейчас нахожусь, 20 минут, 14 баннеров от застройщиков я насчитал. 14 от различных застройщиков нашего города, то есть о чем это говорит? О том, что, ну, когда у застройщиков все здорово, замечательно, прекрасно, ну, им нет смысла тратиться на какие-то баннеры, да, то есть им нет смысла как-то себя рекламировать, да, то есть пускать вот эту вот рекламу по всему городу. Это я только в одном направлении насчитал. Если по всему городу прокатиться, ну, вы сами понимаете, да вы местные жители мне, воронежцы, воронежанки не дадут соврать. Да, действительно, баннеров от застройщиков по нашему городу прямо-таки прибавилось. Это, собственно говоря, первый звоночек, да, что не все так здорово и замечательно. Зачастили к нам, собственно говоря, сотрудники банков, тоже не буду называть какие, ну, всех ключевых банков, чего уж там душой кривить. Вот когда сотрудники банков тоже идут, собственно говоря, в народ, да, как я это называю, когда они идут по агентствам недвижимости, когда они, собственно говоря, приходят рассказывать какую-то информацию, это тоже делается не просто так, это тоже делается умысел, собственно говоря, один, да. Это говорит о том, что у них тоже не все хорошо, что нет толпы страждующих за ипотекой по этим конским бешеным, неадекватным процентным ставкам. И, собственно говоря, они пошли, да, в агентство недвижимости, где им взять еще клиентов, да, откуда. Ну, пошли в надежде, что, может быть, агентство недвижимости, как бы, да, кого-то, чего-то лишнего, какого-то клиента, не лишнего, единственного, заведет, заведет к ним в банк. И они выдадут, наконец, ему ипотеку. Так вот, это второй звоночек, да, если сотрудники банков начинают, собственно говоря, брожение по агентствам недвижимости, это тоже говорит, что не все, собственно говоря, хорошо, да. Когда в банках все хорошо, когда много желающих брать ипотеку, да, то им некогда ходить по агентствам недвижимости сотрудникам, да, они на звонки-то не отвечают, им телефон-то некогда, трубку некогда взять, да, на какой-то телефонный звонок ответить по делу, да, когда мы звоним по какому-то клиенту, что-то спрашиваем. Но они в рабочем процессе, да, то есть там просто нет времени уж просить в туалет сходить там, да, наперекурывайте, алкоголь, табак, курение вредит вашему здоровью. Так вот, если пошли по агентствам, повторюсь, это уже второй звоночек. Так вот, и что они, собственно говоря, придумали? Повторюсь, эта информация от одного лишь банков, но в большинстве, я думаю, что во всех уже ключевых банках, собственно говоря, такие программы уже запускаются. Не прошло, повторюсь, и месяца после отмены льготной ипотеки. Итак, ну, допустим, домостроительный комбинат, наш крупнейший застройщик, довольно-таки давно уже строит, ну, тоже, собственно говоря, даже несмотря на накопленный жирок, так скажем, да, тоже не очень хорошо себя сейчас чувствует. И вот совместно с одним из банков он запускает следующую программу. Ипотека от 8% на первый год. Далее ставка обычная, базовая. Следующее предложение, опять же, от данного застройщика. Ипотека от 10% на первые два года. Далее ставка базовая. Базовая какая у нас там? 20 с лишним. Следующая строительная компания Выбор, тоже сильнейший наш застройщик, совместно с вот этим определенным банком, также запускает, ну, я думаю, что не только с этим банком, также запускает некоторые программы кредитования. Снижение ставки по базовым программам сроком на один год до 8% после окончания льготного периода ставка базовая. Ну, логично, да. Снижение ставки по базовым программам сроком на два года до 10% после окончания льготного периода ставка базовая. Ну, ровно то же самое, что и у домостроительного комбината. Снижение ставки по базовым программам сроком на 5 лет до 15%, то есть снижается вам ставочка на 5 лет, вы платите по 15%, после 5 лет ставка базовая. Снижение ставки по базовым программам на весь срок рейтования до 16%, даже вот такой вот вариант, собственно, данный застройщик предлагает. Ну и далее по списку, собственно говоря, следующие наши застройщики также пошли, примерно одинаковые у всех условия, примерно действует господдержка еще, помимо всего прочего, для семей с детьми, снижение ставки до 3% на весь срок кредитования. Такой вариант тоже возможен, внимание, кто по данной программе может попасть, подойти, так скажем, обращайтесь, пожалуйста, мои контакты здесь есть под этим видео. Да и вообще, кому интересно сейчас, в данный момент времени, кому горит, действительно, кому горит, кому интересно покупка квартиры сейчас, кто понимает, что, собственно говоря, ему вот этого хватит, да, ему вот этого хватит, то, что предлагается там на год, на два, какие-то пониженные ставочки, да, а потом он чем-то перекроет какую-то свою квартиру, продаст и закроет и не будет там по базовой уже платить, да, либо какие-то другие варианты рассматривают. В общем, вот эти программы, они интересны тем людям, да, кто не планирует, собственно говоря, вот это вот удовольствие растягивать там на 15-20 лет, да. Вот если вы чувствуете в себе силы, если вы знаете, что к вам вдруг откуда-то неожиданно придет денежный поток, да, в течение года-двух, да, то, в принципе, почему бы нет, почему бы вот такими вот процентными ставочками не воспользоваться, да. Восемь процентов, десять процентов на два года, восемь на один год, вполне себе нормально. В общем, другие наши застройщики также не отстают, условия примерно плюс-минус у всех одинаковые, ничего новенького, как бы никто ничего не придумал, ну, друг у друга, да, как бы скопируют. Вот, ну, либо один какой-то застройщик, может быть, с этим банком согласовал данные условия, и по другим, собственно говоря, банк уже, да, по другим застройщикам данную информацию тоже раскидал, да, скорее всего, так оно и было, да, и сказал, а вы не хотите сделать так же, да, вы не хотите, собственно говоря, по такой же схеме, да, чтобы у вас застоя не было, да, чтобы у вас квартиры, собственно, не морозились, да, не хотите также по такой же схеме, собственно говоря, с нами поработать. Скорее всего, так оно и было. Снижение ставки на 5% на 2 года по базовым программам, это у нас другая строительная компания Инстеп, после окончания льготного периода ставка базовая, господдержка для семей с детьми, бла-бла-бла. Ну в общем условия плюс-минус у всех одинаковые, плюс-минус одинаковые. Есть еще у некоторых застройщиков некоторые рассрочки на некоторое количество времени, не на большое, не на большое, да, то есть как бы в основном в лучшем случае, да, до конца строительства это в самом лучшем случае, а так на несколько месяцев в основном. В общем, о чем я и говорил ранее, ну практически все здесь застройщики, ну такие вот именитые, именитые застройщики нашего города, да, в этом, собственно говоря, списки, списки этого банка представлены. В общем, о чем я и говорил ранее, что вторичка вторичкой, но новостройку, естественно, никто не бросит, новостройки, естественно, будут помогать, либо она сама себе будет помогать, либо вкупе, да, с банком. ну вот чтобы собственно говоря что и что что мы и видим да потому что потому что рынок новостройки да вот этот колесо она должно крутиться постоянно да вот этот маховик собственно говоря останавливать нельзя ни в коем случае а вот что касается вторички до если новостройка более-менее более-менее вот благодаря вот таким кстати да ипотечными программам начнет сейчас эти прогрете сейчас программ только-только сейчас запускают видимо какое-то время пошло до застройщикам нужно было понять да а как они как они выстоят не выстоят сколько они выстоят да на этом рынке да вот в свете вот этих последних событий ну и прошло вот буквально там три недели да и поняли что 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 все плохо да уже все плохо надо что-то уже а может быть самого начала не начали уже что-то придумывать его только сейчас уже эту программу собственно говоря запустили так вот новостройки новостройками да то есть по новостройкам тут все понятно кстати кому собственно папа повторяюсь уже да кому кому горит я-то вообще сейчас не советую покупать да по таким конским повторюсь до ставкам да вот вот такой вот парадокс от риэлтора вы сейчас слушайте риэлтор не советуют сейчас покупать но единственное есть у меня такая снос очка да назовем ее тогда дополнение риэлтор не советует покупать без особой на то нужды. Если вот прям сильно нуждаетесь, прям очень сильно нуждаетесь, да, вот ребенок у вас родился, да, вот случилось такое прекрасное событие, вы живете в однушке с супругой, да, вот родился ребенок, в однушечке вы неплохо себя, нормально чувствовали, ну вот, ребенок родился, год ребенку, да, он уже начинает по квартире передвигаться, уже как бы тесновато, да, это я свой опыт уже вам передаю, как у меня это было, да, мы жили в однушке с двумя маленькими детьми, у меня двойняшки, да, и пока не лежали, как бы, да, Были не мобильные, было все хорошо, все нормально Когда они начали уже передвигаться, да, то мы поняли, что как бы, ну да, тесновато, пора бы уже задуматься о двушке, о трешке Ну и вот, собственно, вот ровно такая же ситуация в других семьях происходит, да И если вы как раз-таки, да, счастливчик, у вас ровно такая же, да, как раз-таки и семья, да Ну, может быть, там не двойняшки, хотя бы один ребеночек родился Вот, собственно, вот тогда, вот в данном конкретном случае, можно вот такой вот программой воспользоваться, да Продаете свою однушку, то есть у вас есть большая сумма своих денежных средств на руках, да Ну и, собственно, можно вот по этой программе зайти, да, и купить себе, поснимать пока еще, да, какое-то время В принципе, можно, да, пока поснимать, пока там дом какой-то достроится Но, опять же, нужно смотреть, да, на срок строительства, когда там, в длинный какой-то срок сдачи Я тоже сейчас не полез Ну, если несколько месяцев до сдачи, можно несколько месяцев, в принципе, поснимать, да Платя, оплачивая ипотеку, там, под 8%, почему нет То есть это нормальная схема Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде И хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал Звоните в 8-920-22-99-356 Расскажем об условиях сотрудничества Опять же, можно, может быть, и вторичку рассмотреть, да, покупку вторичной недвижимости тоже можно рассмотреть Повторюсь, да, если у вас большая сумма, есть своих средств Вот с продажи той однушки, в которой вы сейчас проживаете Плюс добиваете там ипотекой какой-то хвостик небольшой, да, 500-600 Переехали в двушку Вот такой вот момент можно рассматривать Во всех других случаях я, собственно говоря, не вижу Не вижу, собственно, пути, да, в продаже вторичной недвижимости Новостройки двигаться будут, а вот вторичка, собственно, вторичка сейчас присядет Присядет, ну, она уже и сидела, да Ну, не совсем еще глубоко пока в одном месте, да Но уже довольно плохо себя чувствовала, да А сейчас будет еще хуже Опять же, да, это я вам опыт передаю, да По результатам работы нашей компании У нас не самая плохая компания в нашем городе, да Мы уже 11 лет на рынке недвижимости И, слава тебе, Господи, со сделками купли-продажи Всегда у нас все здорово, замечательно Но бывают кризисные времена, когда вторичка чувствует плохо везде Вот не слушайте никого, не верите никому, кто вам там рассказывает Да где там рынок стоит, у нас все продается, в нашей компании все это самое Плохо везде, повторюсь, да И в агентствах недвижимости, и в банках, и у застройщиков Всем сейчас плохо, как бы, да Ну, что тут можно сказать Перетерпеть, переждать, повторюсь, без особой на то нужды не покупать Без особой на то нужды Что делают сейчас покупатели Покупатели, опять же, из опыта вам рассказываю Покупатели сейчас, ну, у нас есть свой личный кабинет, допустим, на агрегаторе Авито И я заметил такую тенденцию, да Покупатели сейчас очень жестко торгуют, пытаются торговаться Очень жестко пытаются торговаться То есть 100-200 тысяч рублей покупателя, как правило, не устраивает Причем, не раз уже говорил, да, что касается нашей компании Мы работаем только с адекватными ценниками То есть мы не берем в работу объекты недвижимости уже по изначально каким-то завышенным ценам Мы берем в работу объекты с учетом продаж текущей ситуации на рынке недвижимости Обязательно это учитывается, да, то, что сейчас происходит на рынке И с учетом продаж в течение двух с половиной-трех месяцев Соответственно, обращений-то много, да, обращается много продавцов Но очень часто, к сожалению, приходится отказывать Так вот, даже по нашим вот этим объявлениям, да По адекватным ценникам Повторюсь, с учетом текущей нынешней ситуации на рынке недвижимости Покупатели довольно жестко пытаются торговать Правда, наши продавцы не готовы торговаться, да На те суммы, на которые пытаются торговать покупатели То есть речь сейчас не идет там 100-200 тысяч В основном пытаются покупатели там 500 тысяч Миллион, даже такие предложения поступают И люди не звонят Люди не звонят там, да, я приду смотреть вашу квартиру Там, если мне 500 тысяч скинуть, нет Они предпочитают писать, да Личный кабинет у нас есть на Авито И они нам туда, ну, может быть, как бы Стесняются, да, позвонить Такую сумму озвучат Стесняются, что кто-то там их пошлет Там, да, на другом телефоне Конце провода И, соответственно, они вот написывают там по 500 По миллиону торг, как бы это Но вы должны понимать, да, что касается, опять же, нашей компании Я не берусь про все объекты недвижимости Продающиеся в Воронеже говорить, да В агентствах они продаются Или собственники их продают Я всегда говорю за нашу компанию Повторюсь, у нас-то объекты, они все по адекватному ценнику Мы все их брали в работу по адекватному ценнику С учетом нынешней ситуации на рынке недвижимости Что-то мы брали, может быть, раньше, да Месяца полтора-два назад Когда еще более-менее, еще получше ситуация была На вторичном рынке жилья Сейчас она хуже гораздо И, ну, там мы тоже цену сейчас корректируем Согласие, естественно, продавца Без согласия продавца мы ничего такого не делаем То есть последнее слово всегда за ним Ну вот, всегда, даже по Повторюсь, даже по нашим По адекватным ценникам Продавцы, покупатели Прошу прощения, пытаются жестко В переписках там торговаться Но продавцы сейчас В данный момент времени, да То есть торговаться не готовы На такие большие, да То есть они еще не понимают Что сейчас происходит на рынке недвижимости Они прислушиваются к тому, что мы говорим Но вот на такие крупные какие-то, да Знаете, какие-то такие крупные торги Они не ведут Никаких ни о 500 тысячах Тем более о миллионах речи Сейчас быть не может Возможно, может, повторюсь Да, если какой-то объект изначально Уже изначально был завышен по стоимости Но это не про нашу компанию Опять же, да Если этот объект сам по себе очень дорогой Ну дом какой-то продается там, я не знаю За 20 миллионов, да Вот там с 25-30 Вот там может быть Какими-то миллионами, как бы, да Можно туда-сюда, как бы, да А если квартира стоит там условно Там 7-8 миллионов Ну какой торг миллион? Ну о чем? О чем? И повторюсь, если она уже изначально По нормальной, по адекватной цене Поступила, собственно говоря, в продажу Да, вышла на рынок недвижимости Вот Единственное, что сейчас довольно неплохо себя чувствует Это, конечно, загородка Да, вот Мы сейчас готовимся к сделке У меня крайний дом готовый Готовый Сейчас Из готовых, да Два еще строится А из готовых вот один Который мы уже, собственно, ну покупатель нашли Готовимся к сделке И реклама пока по нему еще идет Пока сделка не прошла Есть такая риелторская, собственно Поверье такое, да Что нельзя рекламу убирать, да Пока, собственно, не пройдет сделка Ну и вот реклама по нему еще есть Покупатели еще по нему звонят И интересуются довольно неплохо, да Можно сделать вывод Причем ценник у нас там не самый дешевый, прямо скажем, да Ну Хороший продукт не может стоить дешево, да У нас нормальный, хороший, средний ценник Он, самое главное, что он соответствует Соответствует качеству, да Он соответствует качеству построенного нами дома Соответственно И звонят, по этой стоимости звонят Люди интересуются Ну мы, собственно говоря, да Предлагаем аналогичный дом Который будет у нас там через три месяца Там на соседней улице построен Ровно такую же планировку строим В общем, загородкой интересуются Работает сельская ипотека Работает семейная ипотека Но получить ее не так и просто Вот получить вот эти все льготные ипотеки Крайне непросто Там семь кругов ада надо пройти Чтобы выйти, собственно говоря, на сделку Одобриться по этой ипотеке еще полбеды То есть получить одобрение заемщику Еще по этой ипотеке, там по-сельской Да, про нее давайте По ней еще полбеды, да То есть ты можешь быть одобрен как заемщик Но до выхода на сделку Еще такое количество времени пройдет Такое количество нервов тебе Собственно говоря, потрепет банк Прежде чем ты выйдешь на эту сделку Ты уже 10 раз можешь от этой сделки Уже, собственно говоря, отказаться То есть ужесточились условия Даже не по заемщику А вот именно по объекту недвижимости То есть у нас тут, кто не знает У нас весь пригород Он весь в каких-то, собственно говоря Ограничениях, обременениях Да, какие-то там и полетные зоны И подтопляемые зоны затопления То есть и какие-то природы Памятники природы и архитектуры В общем, куча-куча различных ограничений Да, и банки сейчас очень и очень тщательно Как бы вот этот объект недвижимости Что называется, под лупой, да Рассматривают, прежде чем ты выйдешь На сделку со своим, с этим домом, да Поэтому, повторюсь, получить Одобрение по ипотеке Как бы можно, да По той же сельской, да А вот выйти на сделку Тоже можно, но гораздо сложнее Прямо в разы сложнее, да Чем получить одобрение заемщику По данной льготной программе Но, тем не менее, загородка двигается Да, загородка интересуется И понятно почему Ну, потому что Такие процентные ставки, как 3%, там 6%, да Где они еще? Их больше нет, да 3% сельская, 6% семейная Естественно, люди поняли, да Что, ну, ну, куда Куда там, под 20% куда-то лезть, да Я лучше дом куплю под 3% Там, в ближайшем пригороде Поэтому большинство покупателей, собственно говоря Вместо квартир начали сейчас рассматривать Частный сектор, да И сельская ипотека, она не про город Она не про город, она вот именно про Ну, она сельская Она про село Поэтому люди, собственно говоря Готовы пожертвовать объектами там Социальной инфраструктуры Тем, что у тебя вот здесь все в шаговой доступности, да То есть готовы вот этим сейчас все пожертвовать Но выбрать вот именно Комфортную, нормальную, адекватную для себя Процентную ставку по ипотеке Уехать в домик в деревне, что называется Вот такая ситуация на рынке недвижимости Сейчас у нас складывается Будет очень интересно послушать ваше мнение Как у вас Я знаю, что меня смотрят очень много людей С разных абсолютно областей нашей родины, да Много риэлторов смотрят Пожалуйста, отпишите в комментариях, да По нашему городу-то я вам информацию, собственно говоря, довел Интересно будет услышать, а как сейчас, собственно Все это происходит В ситуации на рынке недвижимости Как она движется, не движется Либо все замерло Либо где-то уже какие-то баснословные, может быть, скидки дают Напишите, пожалуйста, в комментариях Очень интересно будет почитать Ну, за всем у меня все Всем хорошего дня, хорошего настроения Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан Здесь говорят о недвижимости Ставьте лайк, если видео было интересно и полезно И до новых встреч А я в храм побежал Все, друзья, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok